МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Определиться с профессией и задача со звездочкой". В Бобруйском горисполкоме прошла профориентация для учеников 9-11 классов. -"Вы сделали правильный выбор". -"С кем общались будущие абитуриенты". -"Сомнительная дружба". Могилевчанка обманула знакомого и унесла его деньги. -"Женщина некоторое время жила у своего приятеля". -"Сколько поместилось в дамскую сумочку". -"Гармония в сердце детская школа искусств имени Владимира Оловникова отметила 50-летие". -"Это мой второй дом". -"Чем покоряют учреждения образования". А также деловой подход, летний контроль и стимул для развития. В Беларуси продолжается реализация программы -"Один район, один проект". В чем польза? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Важный шаг. В Бобруйском горисполкоме прошла масштабная профориентация. На встрече присутствовало руководство города и несколько десятков школьников, которые задались целью стать первоклассными специалистами в сфере здравоохранения. Пообщаться с учащимися приехал и декан педиатрического факультета медуниверситета. Наталья Панулина рассказала о преимуществах поступления в ВУЗ в собственном профессиональном пути и преференциях для абитуриентов. Ребята с интересом слушали спикеров и задавали вопросы. Знаете, что руководство города и горисполкома, и городского совета депутатов всегда поддержит вас, когда вы возвратитесь сюда к нам. Это определенный социальный пакет, не только как молодому специалисту. Это у нас предусмотрено любым нашим выпускникам, любым вузам. К медикам особое отношение, особая льгота, скажем так. Поэтому вы сделали правильный выбор. В 2024-м белорусские учреждения образования покинут более 55 тысяч 11-классников. Впереди сдача экзаменов и поступления. К слову, в этом году ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для всех. И для новоиспеченных выпускников, и для тех, кто окончил школу ранее. Наиболее востребованные предметы русский и английский – физика, математика. На одни и те же грабли могилевчанка воспользовалась доверием знакомого. В оперативно-дежурную службу обратился 45-летний местный житель. Из его квартиры были украдены наличные – 1700 рублей. Выяснилось, крупную сумму присвоила себе 30-летняя женщина, ранее судимая за кражу. Женщина некоторое время жила у своего приятеля и знала, где лежат его сбережения. Когда хозяина не было дома, забрала еще 700 рублей и ушла. Чужие наличные она потратила на личные нужды. В отношении фигурантки следователями возбуждено уголовное дело. Красный перечень, оптимистичный климат и юбилейные картины. Киностудия «Беларусьфильм» покажет новые отечественные фильмы. Что на экранах? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси продолжается реализация программы «Один район, один проект». Восстановить экономический рост, создать импортозамещающие производства и удержать специалистов на малой родине – основной посыл госпрограммы. Поручение Александра Лукашенко стало стимулом для развития регионов. В прошлом году благодаря инициативе реализовано почти два десятка стартапов. Появилось более 3,5 тысяч новых рабочих мест. В Беларуси в 19-й раз провели замер индекса делового оптимизма, который рассчитывается на базе опроса бизнеса о положении экономики и состоянии делового климата. Почти 70% белорусских предпринимателей считают санкции неэффективными. Они не оказали существенного влияния на деятельность их предприятий. Накануне летних каникул сотрудники ГАИ несут усиленную службу возле учреждения образования, проводят беседы со школьниками на уроках безопасности. Задача – избежать травмирования и аварийности на дорогах, особенно вблизи пешеходных зон, детских площадок и во дворах. ГАИ напоминает, с 25 мая по 5 июня водителям необходимо будет передвигаться с включенным ближним светом фар, чтобы быть заметнее за нарушение штраф. В юбилейный год белорусского кинематографа в кинотеатрах страны можно будет увидеть более трех десятков отечественных картин и несколько премьер. Сейчас киностудия «Беларусь. Фильм» работает над документальным фильмом про Ефросиню Полоцкую и Спасо-Ефросиневский монастырь. Завершается съемка картины «Мечта чемпиона» про трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Ученые нам подготовили предварительные списки растений и животных, которые появятся в новом пятом издании «Красные книги». В планах включить 305 видов растений, ранее 303. Сюда относятся 187 сосудистых, 35 мохообразных, 25 водорослей, 29 лишайников, 35 грибов, в том числе 28 новых. В томе животные будет 211 видов, ранее 203. Нескончаемая мелодия. Детская школа искусств имени Владимира Оловникова отпраздновала полувековой юбилей. Перед началом торжества гостей праздника ждала интерактивная зона. Под нежные звуки скрипок и виолончели бобруйчане смогли окунуться в волшебный мир искусства. Выставка продемонстрировала и всю хронологию от самых истоков до сегодняшних дней. 50 лет в школе, конечно, как бы для человека, наверное, и, в общем-то, возраст небольшой. Но для школы это, конечно, целая вот такая эпоха, где много творческих судеб, педагогов, детей, учащихся наших дорогих, родителей. Праздничный концерт посетило руководство города. Со сцены прозвучали самые искренние пожелания. Лучшим цветы и почетные грамоты. За полвека школа выпустила более 2400 талантливых музыкантов. 37 человек, которые окончили учреждение образования, преподают там и сейчас. Разделить радость с бобруйчанами, конечно же, приехал и народный артист Беларуси Игорь Оловников. Люблю очень заниматься в музыкальной школе. Преподаватели прям, ну, понимают всегда, если какие-нибудь проблемы есть. Мне нравится туда ходить. Я пришла в эту школу в 97-м году маленькой девочкой. Поступила в класс виолончели. Потом закончила музыкальное училище и пришла в школу в 2009 году работать. Ну, конечно, это мой второй дом. Мне очень нравится. Там очень добрые педагоги. Хорошо все понятно объясняют. Храм искусства стал настоящим домом для всех, кто хоть раз побывал в его стенах. В 1997-м, напомним, учреждению было присвоено имя народного артиста БСССР композитора Владимира Оловникова. Сейчас здесь обучаются более 800 учащихся. Всего в коллективе 100 человек. 82 – педагоги. К слову, не каждое учебное заведение может похвастаться таким количеством образцовых и народных коллективов. 5 – взрослых и 3 – детских. Команда помощи Бобруйская молодежная общественная организация спасателей пожарных представит город на областных соревнованиях. ОБЖ – боевое развертывание, сводно-полевые учения. Бойцы прошли интенсив и готовы рвать у старта. Елизавета Житкова расскажет о планах на победу. Вопрос подготовки подрастающего поколения физически развитым, интеллектуальным, чтобы в любой экстремальной ситуации действовать спокойно и квалифицированно не первый год выполняет Белорусская молодежная общественная организация спасателей пожарных. Структура начала работу 14 октября 2001-го. Спустя год отделение сформировалось в Бобруйске. Сегодня здесь более 100 девушек и парней разного возраста. Основная задача организации – это формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности, основ безопасного поведения, но и попутно обучение их к оказанию помощи в той или иной чрезвычайной ситуации, если это не угрожает их жизни. То есть, самое главное при чрезвычайной ситуации для детей – это в первую очередь защитить себя. С раннего возраста дети должны знать, как реагировать на нестандартные жизненные ситуации. Соблюдая правила безопасности, они смогут принять правильное решение – защитить себя, близких, имущество. В Могилёвской области насчитывается более 6 тысяч членов организации. Мне само по себе было интересен такой вид спорта, самому нравится профессия МВД, МЧС. В тренировках обычно мы изучаем как ОБЖ, медицину и у нас тренировки по боевому развертыванию. Мы и наша команда очень долго готовились к этому слету, но вышли, показали свои возможности и заняли первое место. Достигать мощных результатов ребятам помогает их педагог, который курирует организацию от средней школы номер 24. Ещё с юношества Анастасия Грузинова состояла в тех же рядах. В 10-м классе представляла Бобруйский район в области. Сейчас учитель по немецкому передаёт опыт будущему поколению. Через пару дней ребята покажут способности на слёте юных спасателей пожарных и представят Бобруйск на областных соревнованиях. Подготовка началась ещё в сентябре. В этом году им предстоит пройти шесть испытаний. Это оказание первой медицинской помощи, знание основ безопасной жизнедеятельности, боевое развертывание, пожарный кроссфит и одно такое из сложных испытаний – это своднополевые учения и строевая подготовка. На сегодняшний день молодёжное общественное объединение – одно из крупнейших в Беларуси и действует во всех регионах страны. Деятельность также направлена на гражданское и патриотическое воспитание, развитие спорта и туризма. Активных и целеустремлённых всегда рады принять в ряды. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Святое наследие в Бобруйске к 920-летию со дня рождения Евросинии Полоцкой установили икону. Образ создавался местным иконопистам примерно четыре месяца, специально для Кафедрального собора. Для изготовления использовались только натуральные материалы, чьи освящения совершил епископ Бобруйский и Быховский Серафим. Больше как фреска, наверное, что-то такое. Вот просто без этого украшения, но самое главное – передавать суть этого святого. Писалась она сложной, потому что она, видно даже по лику, что она такая немного как бы строго суровая, что ли, можно так сказать. Потому что она всё-таки монахиня, ушла в монастырь в раннем возрасте, и сама она была тоже творческим человеком. Своей работой Евросиния стала духовным фундаментом в Беларуси. С её именем связано открытие первых образовательных учреждений и библиотек, создание школы архитектуры и живописи, развитие ремесел. Это наследие, без которого нельзя представить историю народа. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!